Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Ощущаю, как накопилось много злости внутри, к себе и к людям. К себе требовательно, хочу быть многовариантной и видеть плоды своих трудов. Комплексы по поводу возраста мне 28. Соотношения, что даю и получаю, все время сравниваю. К людям за необратные ожидания, за их лицемеры, мужское по большей части. Когда они, чтобы получить желаемое, навешивают лжи. Хочется мстить каждый раз за их ложь, потому что вес мужских слов они давно потеряли. Все это как будто бы копилось, и вот результат моего неспокойства раздражает то, к чему раньше было терпимо. Я могу найти общий язык со всеми, даже с теми, кто мне не нравится. Это коммуникация, я и владею, но тут речь про мое ожидание реальности. Хочу оставить это лишнее, вспомнить, зачем я здесь в жизни. Эти люди сами по себе. Я иду дальше. В чем вопрос, даже не знаю, как мне выйти из этой ненависти. Ну чё ж, Алина, я думаю, что вы вряд ли будете спорить с тем, что ваш текст выглядит довольно-таки сумбурно. Он как будто бы очень разрозненный и состоит из лоскутков. Давайте попробуем с вами разобраться. Ощущаю, как накопилось много злости внутри. Ну что ж, эту злость нужно вырезать, отреагировать. Лучше всего это сделать на психотерапии, но можно сделать и так. Вы представляете себе человека, у которого у вас много злости, и начинаете ему просто высказывать. Можно под диктофон. Злость это также история про нарученные личные границы, когда люди наручали личные границы с вами. Вы позволяли им это делать. Вы пишете к себе и к людям много злости. А злость на себя это про требования. Это про непризнание своей незавершенности, про непризнание своих ошибок. Что касается других людей, то вы сами пишете, что это ожидания, которые являются следствием ваших потребностей. Ожидание это всегда про желания, но ответственность за эти желания вы перекладываете на других людей. Вы пишете к себе требовательно. И это проблема, потому что это дает напряжение. Что это за требования? Как вы к ним относитесь, к этим требованиям? Что лежит в их основе? Хочу быть многовариантной и видеть плоды своих трудов. Ну, что значит многовариантной? Не очень понятно. Вам бы это немножко как-то расшепровать. Что же касается плодов ваших трудов, то здесь ситуация довольно шепетильная. Все дело в том, что вы хотите видеть результат ваших трудов. Конечно, я могу вас понять. Но дело в том, что результаты ваших трудов всегда будут социально дифференцированными. Социально детерминированными, если угодно. То есть, они будут определяться тем, как их видят другие люди. Это результат ваших трудов. Поэтому, на мой взгляд, гораздо лучше будет, если вы будете получать удовольствие и наслаждение. А, скажем так, от процесса занятия своей деятельностью. Вот это, на мой взгляд, куда лучше для вас и куда полезнее. Конечно, если вы сами хотите в этом направлении двигаться. То есть, главное не плоды, главное удовольствие от процесса. Если удовольствия от процесса нет, то плоды ваших трудов всегда будут приносить относительное удовольствие. А вам нужно будет снова и снова и снова и снова получать эти самые плоды. То есть, иными словами, вы будете зависимы от этого. Ну, вряд ли, в этом для вас будет что-то хорошее. Вряд ли может быть что-то хорошее для вас в таком подходе. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, это совершенно очевидно. На мой взгляд, по крайней мере, стремление к результатам своих трудов, именно стремление, делает вас еще больше зависимы, чем даже сейчас. Поэтому рекомендую вам к этому, конечно же, присмотреться к тому, насколько для вас это корректно. Понимаете, да? Дальше. Значит, следующее, о чем вы пишете, это комплексы по поводу возраста. Мне 28. Я полагаю, что здесь вы комплексуете относительно своей реализованности и нереализованности. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но выглядит это именно так. То есть, вы комплексуете относительно того, что вот вам 28 лет, а вы, условно говоря, мало чего добились. Ну, или не добились вообще ничего, по вашему мнению. То есть, необходимо выявить, по поводу чего конкретно вы комплексуете. Необходимо это именно выявить, увидеть и заметить. Также, что комплексуете вы в том месте, где пытаетесь себя оценивать. Вы комплексуете ровно там, где вы стараетесь себя оценивать. А оценка происходит всегда посредством глаз других людей. То есть, это другие люди вас оценивают. По большому счету. Вот. Не знаю, замечаете вы это или нет. Скорее всего. Скорее всего, нет. Но, тем не менее. Поэтому, комплекс в комплексе, это, в данном случае, попытка взглянуть на себя. Глазами других людей. Вот. Ну и, само собой. Ничего хорошего из этого не получается. Никогда. 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 Никогда и ни в чем невозможно преуспеть, если вы смотрите на себя глазами других людей. Вот. Понимаете, да? Дальше идем. Дальше идем. Соотношение, что даю и получаю, все время сравниваю. Ну, это говорит лишь только о том, что либо вы неудовлетворены, либо у вас есть основания быть неуверенной в контексте своих личных границ с другими людьми. То есть, вам все время все время кажется, что вы делаете для людей больше, чем они делают для вас. Это неприятное чувство, потому что кажется, что вас используют. Вопрос в том, для чего вы делаете для людей что-либо. Ну, буквально. Зачем? Одно дело, если вам хочется это делать. Одно дело, если вам хочется что-то делать для людей. И совсем другое дело, если вам делать это особо не хочется, но вы себя заставляете. Так что здесь нужно в первую очередь смотреть на мотивацию. Именно на мотивацию. А зачем? Зачем я делаю что-то для других людей? Вот. Это первый момент. И момент второй, это то, чем для меня так важно получать что-то от людей. Нет, я не говорю, что вам от людей ничего получать не нужно. Я говорю именно о том, чем для меня важно от людей что-то получать. Если вы себе, если вы для себя увидите ответ на этот вопрос, чем для меня, чем для вас это важно. То вы сможете дальше к этому стремиться. Сейчас вы к этому может быть не очень стремитесь. Пропуская эти вещи. Надеюсь получить это собственно от людей. И конечно же сталкиваясь с разочарованием. Сталкиваясь с болезненностью какой-то и так далее. Ну а самое главное конечно, прибывая в определенной зависимости от людей. Прибывая в зависимости от того, сделайте люди как вы хотите или нет. Вот. Это довольно тяжело. И напряжь. И стрессово. Я бы сказал. Поэтому здесь я вам конечно сочувствую. Сочувствую тому, в какой ситуации вы оказались. Дальше. К людям за неоправданные ожидания. В основе ожиданий лежат потребности. Да и к лицемерия. Мужской по большей части. Когда они чтобы получить желаемое навешивают уже. Это проблема личных границ. Дело в том, что не так важно ужет ли человек или нет. Не так важно говорить им правду или нет. Но не всегда это можно узнать. Наверняка. Не всегда можно узнать наверняка. Правда ли говорит человек или нет. Но можно всегда почувствовать. Хочется ли вам или нет делать что-либо для кого-либо. Вне зависимости от того врет человек вам или нет. Если человек врет. Какая или какая разница. Вы ведь все равно. Ну все равно вы делали для него то, что вам хотелось. А если человек не врет. Опять же вам это особо ценевало. То есть понимаете какая штука. Вы придаете значит. Большое значение тому насколько чистен. С вами человек или нет. Потому. Что не доверяете себе. Когда не доверяешь себе. То воля не воля начинает переключаться на. Другого человека. Вот. То есть по сути у вас. Как бы и выбора то особо нет. Находясь в состоянии недоверия себе. Или находясь в состоянии. Когда вы чего то ждете от людей допустим. Конечно вам нелегко. А умеете ли вы по другому. Большой вопрос. Дальше. Хочется мстить контраст. Это означает что вы наручили свои личные границы. За их ложь. Потому что вес мужских слов они давно потеряли. Ну что значит мужские слова. Какой должен быть вес. Не совсем здесь понятно. И есть ощущение. Что вы хотите чувствовать себя как то больше в безопасности. И есть ощущение. Что хочется вам. Как то положиться на мужчину. Но возможно у вас это не получается сделать. То есть мужчина вам вероятно что то обещает. Вы на это рассчитываете. Вот. А в итоге выясняется что человек свои обещания не сдерживает. И вам от этого больно. И вы хотите мстить. И конечно вытекает. Из этого вытекает вопрос. Об экзистенциальном восприятии ваших проблем. То есть как вы относитесь к своим проблемам. И как вы относитесь к своим вызовам. Вызовам в своей жизни. Принципам. Дальше. Да. Место то еще агрессии. Которое вы тоже сдерживаете. Агрессия необходимо для того. Чтоб человек естественным образом чувствовал себя защищенным. Все это как будто копилось. И вот результат моего неспокойствия раздражает. То к чему раньше была терпима. Ну. Во первых. Во первых. Все люди меняются. Вполне можете меняться. И вы. А вот. Ну я в том смысле что. Раньше могли. Могли быть терпимы. Потом. Грубо говоря. Терпимость. Ну терпимость пошла на нет. Вот. Ничего. Страшного в этом. Вот. Человек-человек меняется. Меняются его. Ценности. Меняются его взгляды. Вот. Так что я. Я. Не думаю. Что. Подобные изменения. Которые вы. Описываете. Ээээ. Являют собой. Эээ. Являют собой. Следствие. Эээ. Скажем так. Той. Проблематики. Которую. Описываете. Вполне. Может быть. Что. Дело. Дело здесь. Вдругом. Вот. А. Необязательно. В том. Что. Говорите. Может быть. Конечно. И в этом. Но. Возможные варианты. Как минимум. Так. 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 Дальше. Я. Могу. Найти. Общий язык. Со всеми. Даже с теми. Кто не нравится. Это. Коммуникация. Я. И владею. Но. Тут. Речь. Про. Мои. Ожидания. Реально. Вам. Необходимо. Увидеть. Что. Лежит. За. Ожиданиями. Хочу. Оставить. Это. Лишнее. Вспомнить. Зачем я здесь. В жизни. Эти люди. Сами. По себе. Да. Действительно. Зачем. Здесь. Я иду дальше. В чем вопрос. Даже не знаю. Как мне выйти из этой ненависти. Но. Смотрите. Ненависть. Возникает. Когда. Когда. Между. Человеком. И. Каким-то. Состоянием. Которое. На себя. Обребует. Возникает. Скажем так. Некая. Браслойка. Эта. Браслойка. Представляет из себя. Некое препятствие. Вот. Я. Ненависть. Ненавидеть. Кого-то. Когда. Между. Мной. И. Например. Счастьем. Вот. Между тем. Что я вижу. Для себя. Как счастье. Да. Находится. Находится. Допустим. Кто-то еще. Ну. Скажем. Какой-то. Человек. Да. Находится. И. Вот. Я. Начинаю. Этого. Человека. Ненависть. Но. Он. Мне. Мешает. Этот. Человек. Мешает. Мне. И. Моему. Я. Был бы счастлив. Я. Думаю. Если бы. Не он. Если бы. Не этот. Человек. О. Я. Был бы счастлив. Давно. Давно. На самом. Это. Конечно же. Не. Правда. На самом. На самом. деле. Это. Конечно же. Не так. Вот. Это. Не так. Медлами. И. Шайфом. Нет. Никого. Но. Конечно. Штука. Всяобно. Что. Вы. Фиксируете свое. Внимание. Вы. Фиксируете свое. Внимание. На. Вот. Этому. Препятства. А. Не. На. Себел. И. Не. На. То. Например. пример чего вы хотели бы, чего вы хотите, почему так происходит, как так происходит, нужно выбирать, ой, разбирать. Но лично я думаю, что вы так просто привыкли к тебе идти по жизни, а связано это с тем, что вы считаете себе недостойное счастье, вас могут его забрать, вас могут его украсть, вас могут его лишить, вот, и отсюда такая ваша, как мне кажется, готовность, да именно выглядит как готовность, и мстить, и ненавидеть. Ведь, ну, когда человек готов к тому, что его вот прямо сейчас лишат счастья, или прямо сейчас человека лишат чего-то, что ему нужно, что ему важно, ну, само собой он готов на какие-то действия, вот вы и готовы на эти действия. Я думаю, что это следствие вашей такой, я бы сказал, невнимательности к самому себе. И, соответственно, развивая внимательность к самому себе, я думаю, что ситуация, конечно же, поддается коррекции. Вот как-то так. Я бы не ставил цель полностью избавляться от ненависти. Потому что любое чувство, на мой взгляд, человеку нужно. Нужно вам и это чувствовать. Только, только, конечно, нужно учиться его использовать конструктивно и корректно для себя, а не так, как вы это делаете сейчас, что, судя по всему, вас оно только лишь разрушает. В этом, понятное дело, ничего хорошего нет и быть не может. А в целом, по вашей проблематике, я бы сказал, что вам нужна психотерапия. У меня есть некоторые сомнения относительно того, насколько эффективна будет для вас помощь через чтение или, в моём случае, прослушивание ответ. Не во всех случаях этого достаточно. Не всегда это, это идёт на пользу. Поэтому мне кажется, что вот, в вашем случае, имеет смысл все-таки пойти на психотерапию. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и сформулировать для себя базовые постилаты для психотерапии. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Продолжение следует... Субтитры sambал.